Честно скажу, это было для меня полной неожиданностью. Для меня это большая ответственность. И для нас сегодня футбольный клуб «Рубин» не просто любимый клуб, не просто любимая команда. Это такой же бренд нашей республики, нашей столицы, как башня Сьюмбике, как Кремль, как Чак-Чак. То есть то, через кого или через что узнают и знают о Казани за ее пределами. Изначально, когда еще 10 лет назад я возглавил город, первый президент нашей республики, Митимыш Абиша Аймеев, уже тогда по традиции, в общем-то, после Камеша Амеша Исхакова, предложил мне возглавить. Но тогда и задачи, и совсем все новое было мне. После такого огромного хозяйства я попросил отсрочить это решение на три года, как сейчас помню. Три года прошли быстро, потом, слава богу, «Рубин» успешно выступал. Этот срок продлили, потом универсиада, чемпионат мира. А вообще мы договаривались в попечительском совете, что будет всегда ротация между спонсорами, между попечителями. То есть, вот, был представитель республики Александр Петрович Гусин, был связан в Веснефтехим. Так что следующий, я думаю, будет Таиф. Вместе со мной приходит руководитель футбольного клуба, то есть исполнительную дирекцию, возглавит Ильгиз Фахреев, человек, который Рубину знаком и в качестве игрока, и в качестве директора клуба, человек, который поработал на различных должностях, вместе с нами, под руководством нашего президента, провел и универсиаду, и чемпионат мира по водным видам спорта. То есть, это уже другой Фахреев, но это тот Фахреев, который когда-то из первой лиги нашел Курбанова Бердыева и привел его в кабинет Исхакова. Поэтому надеемся, что и сейчас талант поиска главного тренера. И мы ждем от вас предложения. Пожалуйста, мы с удовольствием послушаем, кого бы казанские болельщики хотели видеть в качестве главного тренера. На сегодняшний момент это главная философия игровой политики Рубина будет за выбором главного тренера. Не президент футбольного клуба, не спортивный директор определяет ее, а прежде всего главный тренер и его команда. Поэтому, выбирая главного тренера, мы выбираем и философию. Не просто именитого. Мы должны для себя понимать, что мы хотим. Результат, зрелищный футбол, молодежный футбол, ну и так далее. Ставка на местные кадры. Поэтому дайте время. Мы обязательно с вами посоветуемся, обязательно поставим вас в известность о том, какое решение будет принято. Пользуясь случаем, я хотел бы, конечно, выразить славу и благодарность во-первых, всем тем, кто нашу славную историю Рубина создавал. И я обязательно приглашу всех экс-президентов нашей футбольной команды. Мы обязательно посоветуемся. Будет полная преемственность и традиций, и в том числе подбора тренера. Но отдельные слова хочу сказать. Валерию Юрьевичу Сорокину, человек, который возглавил футбольный клуб «Рубин» в качестве президента, будучи, ну, как он сам говорит, достаточно далеким человеком футбола. При этом тот порядок финансовый, который он навел, ту прозрачность, фейерплей, огромнейшую работу со своей командой «Связь инвест» и «Нефтехима», это заслуживает не просто слов уважения, а это люди, которым по плечу многие задачи. То, что сегодня Рубин, к сожалению, в подвале турнира «Таблица», ну, тому много объяснений, наверное, или причин. О них мы сейчас говорить не будем. Наша задача вернуть достойное место футбольного клуба «Рубин» в турнир «Таблица», радовать болельщиков, заполнить трибуны желающими, приходить, смотреть на любимую команду, поддерживать ее. Конечно, отдельная составляющая – это работа с нашими детьми. Задача «Рубина» – побеждать и выиграть, прославлять, дарить победы своим болельщикам, прославлять Казань, Татарстан и Россию за пределами в футбольном мире. Но и не меньшая задача подрастающего поколения, тысячи мальчишек, которые хотят, если не стать футболистами, то вести здоровый образ жизни, взять кожный мяч, выйти и попинать в футбол, то, как мы росли. Поэтому вот эти задачи, и я хочу сказать, что потенциал у команды большой, и мы представим вашему вниманию наши мысли о том, как мы будем работать дальше.